Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро, сегодня у нас в гостях. Слава Басю, победитель, финалист шоу. Что у меня утро такое тяжелое? Финалист шоу Хачок Меладзе. Здравствуйте, Слава. Доброе утро. Утро тяжело работать. Тяжко. Вам тоже смотрю. После съемок тоже нелегко. Непривычно так с утра начать работать. Но перейдем к самым интересным. Больше вопросов было вот шоу Хачок Меладзе. Ваши впечатления, как это происходило, как это было, что осталось за кадром, что не видели зрители, поклонники. Расскажи нам, пожалуйста. Впечатление уйма. Шоу просто очень много изменило во мне. Оно очень много дало. И за кадром, собственно, осталось достаточно многое количество разных вещей, которые не попали по разным обстоятельствам и причинам. Но в общем и в целом все гораздо... Ну, все увидели. Вот. Прекрасное шоу, которое показывали в четырех странах. И оно познакомило людей с молодежью, талантливыми ребятами, которые со мной были. И я познакомился со своими фанатами. Вот. Это очень здорово. Хорошо. Как начинался этот путь к шоу? Как это было в России? Да как все было? Я учился. Я занимаюсь вообще этим с детства. И иду постепенно шажочками такими маленькими. Иногда маленькими, иногда побольше. Как получалось. Я выступал на фестивалях разных, на мероприятиях разного уровня. Поступил в Академию Гнесиных, что для меня очень... Ну, такой прорыв был в моей творческой жизни. Вот. И пробовался на разные кастинги у нас в стране. Это и «Голос», и «Славянский базар», ну, и другие. Но там пролетал постоянно, но меня не замечали. Но тут повезло. С Меладзе как-то подфартило. И меня увидели. Это очень приятно и незабываемо. А вот желание пойти... То есть выходили на все кастинги, да, возможные... Да, да. Ну, конечно. Но если ты цель поставил, то... Собственно, нужно использовать любой шанс, любой момент, ну, который возникает. Поэтому, спасибо. Спасибо. Вот какую-нибудь... Такую вот ситуацию, чтобы я нашел, чтобы не знали, и хотели бы рассказать, подавиться с нами, какую-то смешную историю, может быть... Грустную историю. Жизную, смешную. Смешную и грустную. Ммм... Что там такого было? А-а-а... Сейчас будет вспомнить. Это столовая, наверное. Это самая грустная и самая смешная история. Потому что наша столовая в Снегерях всегда отличалась качеством еды. Она была постоянно одно и то же. И мы каждое утро три раза в день кушали картошку и котлету. И мы приходили на ужин и говорили, а-а-а, в тюрьме опять макароны. И как бы это была такая наболевшая тема, но... Это лучше, чем ничего. Лучше хоть что-нибудь съесть. Хоть что-нибудь, да. Да еда там была, конечно, волшебная. Наверное, если меня смотрят участники, они меня поймут. А вот отношения какие сложились у вас на шоу? Довольно-таки теплые, довольно-таки. На шоу вообще не чувствовалось ни конкуренции, ничего. Это был такой коллектив людей, которые занимались и делали общее дело. Они создавали шоу, мы создавали шоу. И я очень горжусь, что я присутствовал при этом моменте вообще на этих съемках и познакомился со всеми этими людьми. То есть с большинством участников поддерживаем связь и спокойно общаемся, да, вот в том числе вот здесь в Киеве там с моими друзьями Денисом и остальными. В общем, это есть... На самом деле взяли очень хороших ребят, потому что если бы кастинг как-то иначе прошел, попали бы какие-нибудь лишние люди, которые абсолютно не в творчестве. А все эти ребята были в творчестве, соответственно, было о чем поговорить, было чем поделиться и узнать у друг друга много чего. Поэтому мы не ссорились, не было никакой конференции. Конференции... Конференция есть, и мы сейчас в здании. А конкуренции не было. Странно очень, конкуренция должна быть. Вы же участники, вы там борете за место... Да, но знаете, в чем... Почему ее не было? Потому что если бы мы делали одно и то же, а мы не делали одно и то же. То есть мы не пели одни и те же песни, мы не ставили одни и те же постановки, где мы должны были показать лучше себя, чем другие. У нас был определенный свой номер, который нам ставил вообще крутой режиссер Алан Бадоев, который каждый номер чувствовал. И мы понимали, что в этом номере мы... Это мы. В том номере это они. Ну то есть... Нет конкуренции. То есть ты либо понравился, ты либо не понравился. Это же искусство и музыка. Мы абсолютно здесь субъективны. Поэтому конкуренции вообще не чувствовалось. Вот я думаю из-за этого фактора. И такой еще вопрос. Вот вы не попали в Боисбенд. Сильно бы расстроились по этому поводу? Или это уже... Да я... Не знаю. Я... Если бы... Не знаю. Даже меня не взяли бы на первом туре, я бы вообще не расстроился ни капельки. Потому что... Что значит не взяли в таком масштабном проекте, когда ты просто туда уже попал, уже почувствовал всю эту атмосферу? Мне кажется, это счастье. Я счастливый человек, потому что я занимаюсь своим любимым делом и я находился непосредственно и сейчас уже продолжаю находиться в этом моменте, в этом шоу. В этом... Жизнь после проекта стала тоже шоу. В хорошем смысле, естественно. Вот. Хорошо, перейдем к дебютной песне. Разбуди меня. Расскажите о ней, как это происходило. Да, это моя... Как была написана эта песня? Как произвел ревенжеров? И как это все... Как пришли к этому? Это моя самая... Самая любимая песня. И она самая осознанная у меня получилась. Потому что я ее писал не за пару дней, не за месяц. Она у меня прострадалась, изменялась, чувствовалась и доделывалась постоянно. То есть она уже больше года как бы в моем... Внутри меня. Вот. И я когда ее доделал, я понял, что я попал. Ну, как бы мне повезло, потому что я поставил все цели, я поставил задачу, какую я хотел раскрыть в песне. То есть была идея, которой я хотел поделиться. И она просто прокатила. Просто эмоционально песня полная, она живая. И аранжировку делал просто наикрутейший человек. Это фронтмен Манекен. Ну, есть такой... Как его? Господи. Евгений Филатов. Вот он... У него есть... Его псевдоним это Манекен. Он очень... У него очень такой послужной список хороший. Он делал аранжировки и для Дорна, и для Джамалы. И вообще, ну, как бы очень талант. И так мне повезло, что я с ним сработался. И сначала как-то ему не нравилась гармония. Но потом он... Ему понравилось. Он понял фишку песни. Он придумал ритм, который, мне кажется, вообще основополагающий этого трека. Вот этот вот «Разбуди меня!» Это вообще, ну, просто разрыв мозга. Я когда это услышал, я понял, да, это то, что я хочу. И потом были записи в студии. И, ну, и там уже отрабатывали всё. Делали, чтобы всё это прям было так вот супер всё. И... Ждал, 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 ждал. И, наконец, она вышла в iTunes. Вот, а сегодня уже ночью. Мы сняли на неё клип. Вот. Пришли к следующему. Клип. Клип. Клип на эту песню и снимал Алан Бадовер. Да, Алан Бадовер. Клип уже закончен, да? Материал есть. Теперь осталось за большим, потому что малое мы сделали. Материал вот сняли. Осталось сейчас монтаж. И вся остальная история. Мы не будем рассказывать, конечно, идею, но вам понравилась идея клипа, которую ты придумал? Я в шоке, если честно. Вообще, в жизни моей это первый клип, и он настолько крутой, что я... Вот эта ночь у меня прошла на одном дыхании, потому что я... Я был в какой-то вообще непонятной космической, офигенной атмосфере. Я уверен, что людям, которые увидят его, очень он понравится. Когда рендировочная будет премьера? Честно не скажу. Я не скажу, но я хочу, чтобы побыстрее уже, чтобы... А-а-а! 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 Спасибо. Это было прелюдие. Вопросов пришло ваш покойников очень много. Спасибо, ребят. Да. Мы всё физически не успеем по времени и по всему ответить. Ну, постараемся... И сейчас выберем. Да? А-а-а! Самый первый вопрос. Настя Барышева. Если бы у вас был шанс отправиться в прошлое и провести целый день с любым историческим героем, кто бы это был? Историческим героем, да? Я бы, наверное, отправился к Моцарту и уберег его от его ужасных... От его ужасной... Конца его ужасного в жизни. Потому что я думаю, что он бы сделал ещё очень много-много всего. Вот. Индюшкина Ольга. Что ты почувствовал, когда песня «Развудимля» оказалась на первом месте в iTunes? Да у меня было 40 минут такого непонятного состояния. Я смотрел сериалы просто. И тут в этот момент как-то меня отправили в iTunes. Типа, Слава, посмотри iTunes. А я такой, ну ладно. Выключил сериал, нажал на паузу. Такой, сижу, смотрю и такой, что? В общем, это было для меня неожиданно. А потом ещё, ну не сорок, но полчаса точно. Я говорю, что это реально? Это со мной происходит? В общем, это клёво. Это круто. Ощущения великолепные, да? Ещё один вопрос о Дольке. Что в дародневирке написания песни «Развудимля»? Меня вдохновили отношения. Но не мои отношения. Я не буду раскрывать, какие отношения. Но это отношения двух людей, которые немного... Которые не любят друг друга. Они живут вместе, но они понимают, что... Уже всё прошло. И что они рядом друг с другом делают. И поэтому главный герой, он говорит, «Разбуди меня, прошу, потому что я уже не могу». В общем, достаточно большая проблематика. Потому что в мире... Вот я просто вокруг себя наблюдал за людьми. И очень много людей живут в нелюбви. Они находятся рядом. Но их что-то держит. Их держат дети. Их держат какая-то... Ну, прошлая жизнь, история. Но в настоящее они не верят. И любви у них в настоящее нет. Поэтому эта песня пытается... Я хочу этой песней разбудить людей. Чтобы они проснулись. Чтобы они не врали друг другу. И шли дальше. Спасибо большое. Следующий вопрос. Саша Тарзинянова. Человек склонен слабость. А вот как ты думаешь, в чём чаще всего мы боимся прятаться в себе? Как же нам иногда приходится в обыденные дни? И есть ли у тебя место, где ты скрываешься в повседневной суеты? Ой, классный вопрос. Ну, я... Я... Вообще, я люблю быть один. Я люблю погружаться в мысли. Люблю... Я люблю гулять по городу, например, вечером один. Потому что я погружаюсь в эту атмосферу и расслабляюсь. То есть, я... Я получаю от этого удовольствие. Я уединяюсь таким образом. Вот. А в чём люди к себе не признаются? Ну, это, естественно, в своих слабостях. Это все... У всех такое... Такое... Такое есть... За собой должок. Наверное, ещё они боятся признаться в том, что они лгут сами себе. Вот. А в чём боюсь признаться ты? Я? Я боюсь себе признаться, что я жуткий лентяй. Слава, ты лентяй! Это мой порог. Спасибо большое. Следующий вопрос. Оля Настевич. Какие планы на Новый год? Лучше отмечать с семьёй или есть предложения по работе? Есть. Слава Богу, есть предложения по работе. Но я... Я очень боюсь за работу, потому что её очень немного. А жить на что-то нужно. Поэтому я все использую выходные, все праздники. У меня праздников таковых не бывает. Я выступаю и пытаюсь как-то прожить. Чай. О, спасибо. У нас слава, давай чай. Да. Вау, за чай. Вау, за чайное. У нас же утро. Только проснулись. И уже работа. Да. Пока до вас доедешь, все нервы стратишь. Да, есть такое. Следующий вопрос. Юлия Павлова задает. Слава, узнают тебя на улице и как реагируют особенно девушки? Ну, узнают, ну, как бы, в метро, на универе там, на Арбате, где большое скопление людей. Девушки, они достаточно эмоциональны. Парни все-таки тоже иногда узнают, но они все-таки более сдержанные, а девочки там иногда бывает, что мне неловко, потому что я, ну, не привык к таким встречам. Ну, как бы просто по улице идешь и тут бац ты, Слава, это ты. В общем, ну, это приятно. Но девушки, они, конечно, такие космические. Какая была первая реакция, когда первый раз взяли авиатор, как подбежали на улице? Что ты почувствовал? Я испугался. Как раз убежать? Я испугался. Это неожиданно. Тебе, ты не понимаешь, что происходит. Ты вроде обычный студент. Что ты такого сделал, чтобы мы с тобой так, ну, к тебе так подбегали и просились сфотографироваться. Ну, надеюсь, что, ну, что я тех людей, которых встретил, поднял им настроение и их день прошел очень хорошо. Спасибо. Следующий вопрос. Аниша Климчук. Ну, Слава, Дивану. Идущий. Какой город был первым у тебя в гастрольном графике? Собирается ли вы в гастрольном? А я посмотрю, кто активнее будет. Что в планах? Ну, в планах я сейчас вдохновлен, вдохновлен проектом, вдохновлен клипом и вашими отзывами, вашей активностью. И я буду писать альбом. Я уже пишу, уже выбираю какие-то песни, которые войдут в него. Он будет полный, полный будет альбом, который будет полностью в моей атмосфере творческой. То есть я хочу поделиться со всеми своим творчеством и искусством. То есть чтобы так вот, вот ты дышь, и все, и все вот просто заслушались. Я надеюсь, что так оно и будет. Поэтому работаем. Вот. А гастроли? Каким способ гастроли? Гастроли? Ну, я опять же, вот сделаем мы как с альбомом, прикончим его, мы его добьем. Мы будем, наверное, смотреть по активности, естественно. Я думаю, что у меня вот есть фавориты. Это Казахстан, Белоруссия. Это такие страны, которые достаточно очень активны. И хочется именно приезжать туда, где тебя будут ждать. Поэтому надеюсь, что и в России, и в Украине тоже будет так. А вообще вопрос такой по альбому. Альбом будет в одном стиле? Или это будут какие-то эксперименты? Предполагаю, что, возможно, это будут эксперименты. Хотя я люблю, чтобы все было в одном стиле. Чтобы это была одна история. Не будем загадывать. Он еще как бы в стадии разработки. Будем мыслить, что тут делать, думать. Спасибо. Будем очень ждать. Придем к следующему вопросу. Ольга Полутнева спрашивает. Слава, а поешь ли ты в ванной и в душе? Я постоянно пою. Везде пою. Это у меня происходит не только в ванной и в душе. Это происходит на кухне. Это происходит в комнатах во всех. В подъездах, в лифтах, в чужих квартирах, в домах. Очень везде, где я бываю. Я везде пою. У меня был случай как дома. Я вообще, когда чем-то занят, постоянно пою. Ну то есть я мою посуду, пою. Пылесошу, пою. Что-то глажу, пою. И как-то раз меня папа не выдержал. Но я папа понимаю, потому что каждый день это вот... Когда кто-то в доме что-то постоянно поет, орет. Я мыл посуду и пел. А папа такой, ну когда же ты уже завалтишь? А мама выходит из другой комнаты. Ваня! Мне нравится! Пусть ребенок поет! Это еще было... Ну еще в школе я учился. Но в общем я эту ситуацию никогда не забуду. Поэтому пою я везде. Что и всем советую. У нас еще не пели. Ждем от вас отрывочек любимых песен. Вам обязательно? Это будет очень дорого стоить. Ну, конечно. Ну, хорошо. Может быть в конце мы сделаем такой бонус. Хорошо. Следующие вопросы. Маруся спрашивает. Слава, привет! Скажи, пожалуйста, ты не задумывался о том, чтобы снять и помнить фильмы, если тебя пригласят? Да. Я задумывался. Я вообще... Я... Я... Года полтора-два назад я поступал в академ... Фу, не в академию. А вот я поступал в академию Гнесиных. И я также поступил в ГИТИС. Наш московский. И... Где... Где я попал к очень крутому мастеру Гаркалину. Которому была очень большая... Ну, очень... Ну, не очень... Большой поток. Очень было сложно к нему попасть. Я... Но мне посчастливилось. Я как-то прошел. Я мечтаю сняться в клипе, но я не актер. Вот в чем проблема. Я понял, что я все-таки больше музыкант. Я хочу... Петь. Я хочу жить музыкой. А... ГИТИС... Тоже очень интересная вещь и очень интересная штука для меня. Где я смог много чего открыть. Но... Если бы я занимался актерством... А... Ну, актерским мастерством. Этим искусством с детства, как занимаюсь музыкой. Тогда бы да. Это бы прокатило. Я бы знал, что я к этому шел. А так я... Что-то... Где-то два года... Полтора... Два с половиной... Решил... А может в ГИТИС? Ну, типа... Почему бы нет? И... Немного ошибся. Но все делают ошибки. И я сразу... Включился. И... Я поступил в академию и сразу туда перешел. Потому что... Я понял, что там будет... Моя атмосфера. Там вот мои люди. Мои... Там очень много музыкантов. Там очень много... Ну, тоже творческих людей. Не менее, чем актер. Я говорю... Может быть, в будущем я снимусь. А вот... Это... Это все зависит только от... От меня. И... Очень хотелось бы. Вот как Полин. Полина Гагарина. Вот она вот... Скоро тоже у нее выйдет фильм. И я очень... Очень... Мне очень... Она... Она мне очень симпатизирует. И как актриса тоже. Поэтому я очень буду смотреть за ней. И наблюдать. Она талантливая во всем. Она и шикарно поет. И она, я уверен, такая же прекрасная актриса. Спасибо большое. Следующий вопрос... Стелла Кирак Кусян. Слава, привет. У меня такой вопрос. Твой самый сумасшедший поступок, который ты в жизни совершал? Я прыгнул со скалы в Крыму, когда отдыхал. Я вообще боюсь высоты. Просто... Друзья меня подначили. Типа, давай, давай. Все будет круто. В итоге я немного пожалел. Но с другой стороны я понял, что я немного себя переборол. Это для меня было очень таким серьезным событием. Прыгни. Хоп. Просто. Просто вот на такой высоте. Хоп. И все. В общем, было клево. Может, что-то еще было. Но я вот сейчас уже не вспомнил. Спасибо. Следующий вопрос. Теселева Анастасия. Привет, Слава. Расскажи о фильме, который действительно оттрунул тебя такой больной души и заставил задуматься. Да. Я вообще очень люблю глубокие фильмы философские. Это вот, в частности, «Пианист». Это такой очень для меня шедевральный фильм. «История о пианисте» тоже. Фильм просто... И «Пианист», «История о пианисте», они очень такие... Просто реально берут. И... А из последних, конечно, меня Люк Бессон порадовал фильмом «Люси», который... Который просто вот космический. Что... Что тоже... Ну... Что тоже я люблю. Это вот такая эпопея, которую я, посмотрев, понял все. От зарождения до просто до космической смерти. Это очень здорово. Я талантливых людей люблю и режиссеров в том числе, вот как Бессон. А кем тебе больше нравится? Вообще, люблю фантастику. Вообще, люблю ужастики смотреть. Я сначала думал, что это такая какая-то неуравновешенность какая-то, что меня тянет к ужастикам. А потом я понял, что просто через ужастики я как-то тоже снимаю определенную часть стресса там или каких-то эмоций, да, негативных. Я... Это... Кстати, все люди. Я вот почитал, там ученые говорят, что британские. Они говорят, что это нормально. В общем, смотрите ужастики. А вот вы говорили о сериалах. Какие сериалы сейчас много снимаются? Очень интересные. Какие сериалы смотрите вы? Да, я перешел к тому сезону сериала «Американская история ужаса». То есть, по-моему... Ужасы, да? И сериалов ужасы. И сериалов. Ну, нет, по-моему, там фишка даже не в том, что это ужасы, но как бы там не столько ужас, сколько очень много атмосферы такой напряженной и очень клевая гениальная съемка. Это... Я после проекта «Хочу к Меладзе» стал больше обращать внимание на такие моменты после работы с Аланом Бадоевым, потому что я встретил... Я вот когда его увидел, мы когда работали на площадке в Главкино, когда это все происходило, я, честно говоря, офигевал от того, как он чувствует камеру, как он видит кадр. Это... Это меня вдохновляло тоже. И, в общем, вот в фильмах я теперь не только смотрю на сюжет, на актеров, на их игру, на саундтреки, что тоже немаловажно, я теперь еще смотрю на операторскую работу, на что я раньше не обращал внимания. То есть, ну, это... Это изюминка, как снято там, как... Ну, в общем, здорово. Вот «Американская история ужасов». И еще есть такой сериал диснеевский «Gravity Falls». Я посмотрел два сезона, это просто замечательный мультик такой анимационный, очень классный. То есть, и мультфильмы, то есть, реальные тоже... Да-да, я смотрю в мультике все, я такой, можно... Где можно расслабиться там, или можно, наоборот, посидеть так, понапрягаться. Спасибо. Следующий вопрос, Дарья Кисельникова. Кого бы ты назвал своему проводником в мир музыки? Проводником? Ну, это мой первый педагог по вокалу, который... Которая меня, так сказать, под свое крыло взяла, и со мной была очень долгое время, она со мной занималась. Она очень чувственный человек. То есть, очень важно, чтобы заниматься искусством, педагоги должны быть тоже искусством. То есть, они не должны быть просто педагогами, как, там, педагог по, не знаю, по каким-то дисциплинам обычным, там, русский, математика, где важно, чтобы все было четко и выведена формула, чтобы все было... Искусство — это немного другое. И вот я встречал много людей, там, в сфере музыки, которые не чувствовали ничего. Они просто, да, я знаю гармонию, я знаю все аккорды, я умею, я там что-то... Но они не слышат, они не чувствуют. И вот мой педагог, который меня посвятил в это дело, и она меня с этим связала, потому что, если бы не Ольга Викторовна Зуйкина, привет большой вам, очень по вам скучаю, и вот если бы не она, то, собственно, сейчас я бы здесь не сидел и не снимал бы клипы и не давал бы интервью и вообще с вами бы не был знаком и представлять, чего бы я лишился и чего бы мы все лишились. В общем, это вот единственный человек, который всего меня прострадал, она меня вела от начала до конца. И в общем, я соскучился по вам, если вы меня смотрите. А вот музыка, какую музыку прекращать слушать? Что у вас там сейчас в плейлисте? В плейлисте у меня случайно все песни стерты, но я помню так по памяти несколько... Вот мне нравится Лобода, новая песня вышла, у нее не нужна. Луквы Квестов, песня Санта-Лючия. Макс Барских у меня там есть. Много зарубежные. Это Макферин, Макнайт, Джексон там, Бьонсе. Ну, в общем, все, вот такие какие-то монстры нашего музыкального мира. Ну, вот так как-то. Анна Рай спрашивает. Слава, ты счастлив? Я счастлив. Мы счастливы. Следующий вопрос Ельмира Лебедева. Что для тебя дружба? Каким должен быть друг и чего никогда не простишь другу? Дружба это очень серьезное такое чувство. Это серьезные отношения. Даже серьезнее, мне кажется, чем более близкая любовь. Дружба, она должна быть бездудой, мне кажется. Она должна быть неравнодушной. Она должна быть без предательства. То есть, это вот несколько таких факторов, которые я вообще очень категоричный человек. Если меня один раз обидеть, то я просто, ну, человека. Поэтому, да, для меня дружба это, ну, отдача. Ну, если я вижу, что человек отдает, то я ему отдаю. И предательство это, наверное, самое худшее вообще, что может быть. Но, опять же, разное может быть предательство. И если человек искренний, и человек искренний ко мне, и все равно можно найти какой-то консенсус, какой-то, да, компромисс, и можно исключить конфликт. Вообще, лучше без зла, больше добра, меньше конфликтов. Ты же такой позитивный человек в жизни, да? Не, на самом деле, я позитивный только вот в таких каких-то рабочих моментах. Я ужасный меланхолик, я страдаю постоянно. Если я не страдаю, то это не я. Я живой, потому что меня это питает. Меня питают люди, меня питает музыка. Но я прихожу домой, я могу, я другой человек. Потому что я от всего отстранён, я могу не разговаривать долго, я могу молчать, я могу, наоборот, очень много разговаривать не по теме. Ну, то есть, я такой человек настроение переменчивое. И сейчас я весёлый, сейчас я, может, выйду, и у меня будет жуткая депрессия. Творческие люди, мне кажется, они всё-таки. А как это выходит из депрессии? Как это тебя вытягивает опыта? Ну, музыка, фильмы, комедии какие-то. А творчество, оно меня всегда выпрямляет. И друзья, люди, которые со мной. Потому что очень важно, чтобы тебя окружали неравнодушные к тебе люди, которые смогли бы тебя всегда поддержать в любую твою трудную минуту. Спасибо, очень много вопросов. Вернее, вопросов, пожеланий, чтобы вы передали привет Босятам. Босята, здорово! Я вас очень всех люблю. Вы у меня самые лучшие, самые активные. И хочу, чтобы так было дальше, и чтобы мы с вами дружили ещё больше, больше, больше. И наша семья стала ещё огромней. Босята фэмили, респект. Супер. И Босята тут, Маргарита спрашивает, наберитесь счастливым моментом в своей жизни, может быть, и с детства. Ярким счастливым моментом. Ярким счастливым моментом. Сейчас скажу. Я родился на севере. Там у нас очень, вот сейчас у нас там вообще минус 30, очень холодно. И зима для меня такое волшебное время. И с детства я запомнил, вот на всю жизнь запомню. У меня дедушка лесник. Он всегда у нас Новый год проходил с живой настоящей ёлкой. Постоянно помню на Новый год этот запах ели или что-нибудь такое. Это волшебно. И первый снег. Это детство моё связано именно вот с зимой почему-то. Я помню именно эти моменты, как меня дедушка будит. Я маленький, и он такой, Слав, Слав, просыпайся. Снег. Я такой, ааа, снег, быстро гогну. Да, да, да. Это вот такие очень для меня душевные и личные моменты. Добрый вечер. Великолепные впечатления. Великолепные, да. Следующий вопрос. Кристи спрашивает. Вы фаталисты и верите в то, что человек сам сам станет свою судьбу? Вы философ, оказывается. Ну, мы сами строим, мне кажется, свою жизнь. Мы сами настраиваем себя на определённые события. Мы сами создаём ситуации. Я верю в карму. Я верю в то, что людям всё возвращается. И если ты чему-то идёшь, ты должен идти. Если ты останавливаешься, то ты сам себе копаешь определённую площадь. Жилплощадь. Панише. Да, 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 понише. Поэтому я уверен, что мы сами себе строим дорогу, что мы сами создаём своё будущее, что мы сами собираем вокруг себя определённых людей, что мы сами вдохновляем людей, и что мы не зависим ни от кого. Хочется. И надеюсь, что так и делается, потому что многие люди не думают об этом, и они всё оставляют на самотёк, и это плохо. Жить нужно. И жить нужно самим. Нужно идти, идти что-то делать, никогда не останавливаться, и строить своё будущее. Тогда всё будет заживенно. Супер. И это, говорит, ленивый человек. Да, это, говорю, ленивый человек. Но, опять же, меня просто подпинывают. Так раз, спинул. Слава, вставай. Надо делать дела. А так я такой. Следующий вопрос. Юлия Белоусова. Доброе время суток, Слава. Хочу сказать тебе, что ты большой молодец. Спасибо. У тебя замечательный и очень сильный голос, которым ты попадаешь в сердце и затрагиваешь душу. И это здорово. Тебя хочется слушать и слушать. Желаю тебе огромных успехов в жизни и во всех начинающих. А спросить хотелось бы на счёт личной жизни. Как она складывалась до проекта и как сейчас? Если вообще на это время. И, наверное, вопрос. Ты влюблён или твоё сердце свободно? Моё сердце давно не свободно. Я давно влюблён в музыку. Ну а если про личные отношения, то у меня всё стабильно всегда. У меня есть девушка и у меня есть время на неё. Мы всегда выделяем какое-то количество времени. Мы вместе куда-то ходим, куда-то выходим, где-то встречаемся. Потому что и она учится, и я учусь, и ещё проект, собственно. Поэтому... Но... Даже если когда мы не видимся, это не мешает абсолютно нам, потому что мы всё равно вместе. Если у нас такой треугольник. Я, она и музыка нас тянет. Спасибо. Вопрос от Марины Сапсон. Группа Верь в музыку. Это твоя группа? Да. Эта группа моя. Я просто... Когда учился в школе, мне хотелось что-то такое. Что-то, над чем я бы смог работать тоже. Ну, непосредственно, кроме музыки, я хотел делиться с людьми музыкой. Сейчас, правда, на неё абсолютно нет времени, на эту группу. Но у меня есть мой друг, которая, Ангелиночка, она помогает мне с ней. Правда, она не очень популярна. Но фишка в том, что она должна была быть для меня такой группой, где я оставлял бы какие-то заметки там. Ну, чтобы там всё это копилось-копилось. А там я, если бы мне что-то понравилось, зашёл бы туда в ад посмотрел. Ну, такое, как хранилище моё. Ну, и, естественно, там любимая моя музыка всегда. Ну, то есть, видео и какие-то новости, картинки. Спасибо. Следующий вопрос. Ирина Казакова спрашивает. Какую песню он пора в душе свою исполнять на шоу «Хочу в милансе»? Ой... Сейчас я вспомню. Ну, это «Don't Speak», определённо. Я не могу без тебя, Константина, песни. «Bagging», потому что это такая... Мы вообще все песни проживали, все песни мне нравятся. И все я хочу исполнять. Жалко, что они все не мои. Но... Веггин – это такая, наверное, самая основная. Потому что... Я прям её люблю-люблю-люблю-люблю. Прочувствовал её вот прямо уже до мозга костей. Ирина Казакова. Следующий вопрос. Юлия Харьков. Слава-привет, скажи. Ты был готов к популярности? Не мешает ли она тебе в жизни сейчас? Я... А почему она мне не должна мешать? Она меня поддерживает, помогает. Ну, в какие-то... В какие-то моменты сложно, конечно. Но я к этому всегда был готов. Я всегда хотел что-то... Что-то сделать такое, чтобы меня узнали, услышали. Собственно, мечты сбываются. Вегги делать и всё будет, да? Да, да, да. Ингурет Статьяна. Если бы у тебя была возможность изобразить музыку в предметах, какой это был предмет? М-м-м... Музыку в предметах. Дайте подумать. Эээ... Наверное, это была бы какая-нибудь статуя. Не знаю. Такая очень красивая девушка, я думаю. Ну, почему ни о чем не предмет? Предмет же, ну, как бы, просто немного большой. Ну, музыка, она и должна быть такой. Она не должна быть такой. Только здесь искусство, скульптура. А, ну да. Согласен. Тогда это был бы... Какая-нибудь была бы какая-нибудь метаморфоза. Вот. Что-то такое аморфное. Такое расплывающееся. Интересно. Это его философ, что? Да. Надо приехать в Москву, у меня в универе философию надо знать. Это... Я препод даже заждался. Следующий. Гром Степкова Елена. Слава, представь, что завтра конец света. Что ты будешь делать? Кому позвонишь и что скажешь? У тебя один день, мы все про все. Целый день? Да. Я позвоню всем своим близким. Может, напишу какую-нибудь песню за день и выложу ее в сеть, чтобы порадовать людей. Это будет типа... Конец света! Прощай, Света! Что-то тебе такое. Ну, нет. Ну, или... В общем, это мама будет в первую очередь. Это будут мои близкие друзья. Я им позвоню и попрощаюсь. А вообще, предлагаю вам всем усить позитивно. Потому что сейчас негатива очень хватает. Вот. Следующий вопрос. Маргарита. Привет, Слава! Веришь любовь с первого взгляда? Почему и нет? Конечно, верю. Это бывает. Но... Другой вопрос. Настоящую любовь с первого взгляда не верю. Но верю, что можно хотя бы там на пару дней влюбиться. Ты разделяешь любовь в настоящее и ненастоящее? Да. Какие вот градации любил? Градации? А мне кажется, нет градации. Есть чувства. Вот то, что внутри тебя. Если любовь с первого взгляда, она бывает ненастоящее. Да, бывает. Это влюбленность называется? Да, это бывает влюбленность такая. Ну, любовь мы ощущаем. И мы отдаемся ей на все 350 тысяч процентов. Ну, а на влюбленность мы особо так-то не тратим времени. И оно ощущается всегда. То есть, по энергии мы тратим меньше на влюбленность, нежели на любовь. Поэтому я вам предлагаю так же и думать. Ну, то есть, если вы немного тратите энергии на это все, значит, вы влюблены. А влюбленность может перерасти в любовь? Возможно ли это? Почему нет? Все возможно. В этом мире вообще все возможно, как пел один популярный певец. Следующий вопрос. Вера Амирова. Привет, Слава. Кто из музыкантов показал наибольшее влияние на твое творчество? Максим Фадеев. Линда. Зефира. Я все время про них говорю, потому что я воспринимаю зарубежную музыку. Я считаю, что это эталонная музыка. Но все-таки я понимаю, что внутри хочется не петь на английском. Мне не хочется петь на английском, потому что хочется быть в органике. А если я буду петь на английском, я уже буду меньше чувств. Поэтому русский язык, русские исполнители, у нас достаточно есть много талантливых людей. Это безусловно. У нас просто другое течение. У нас не Европа, у нас больше какой-то своей примеси. У нас своя поп-культура, музыкальная история. Естественно, для меня вообще первый музыкант это Пахмутова. И я обожаю ее мелодии. Из современных это вот Фадеев, потому что я с ним знаком с детства. Так уж получилось. Меня мама очень любила. И я в детстве, когда был маленький, она постоянно кассеты ставила Линда и Фадеев. Потому что я с его творчеством уже на ты. Из эфира она действительно человек искусства. Поэтому ее песни такие глубокие, со смыслом. Вообще русский сложный в плане мысли, текста. Это не английский. Ну, хотя и английский есть, я не буду сейчас придумывать. Но все-таки русский ближе, поэтому я ориентируюсь на русских исполнителей. Естественно, прислушиваясь к Западу. Причина там интересная, да? Да, да, да. Следующий вопрос. Оксана Айткажи. Казахстана Семей. Слава привезла. Сколько лет ты начал писать стихи? Где ты их хранишь? Заранее спасибо. Одачная творчество. Спасибо. Спасибо. Я начал писать лет шесть назад. Лет шесть назад. Но это, знаете, такие были паписульки. Типа что-то даже подростковое какая-то. Какой-то рэп непонятный. Я писал стихи, пытался их наложить на музыку. Я делал аранжировки сам. Сейчас делаю. И начиналось все с такого примитива. Вот. А дальше я понял, что, Слав, ну типа уже есть первый этап. Давай что-то делать другое. Я же не там хип-хоп исполнитель. Я поп. Я поп. Я поп. Я поп. И нужно писать какую-то другую музыку. Я начал придумывать совершенно другие истории. Больше мелодий добавлял. И это вот уже идет. Шесть лет. Я все импровизирую. И вот хочу еще лучше и лучше. Спасибо. Я за хорошие песни. И, естественно, есть очень много талантливых авторов, которые пишут очень крутые песни. Почему бы нет? Я мог бы исполнять их песни. Но сейчас у меня другая задача. То есть я сейчас выступаю не как исполнитель, а как автор-исполнитель. То есть для меня важно поделиться с людьми своим творчеством в первую очередь. И в ближайшее время я буду этим заниматься. Поэтому, ну чужие песни всегда будет время. И как бы чужие песни, они чужие. В любой момент их можно купить, можно исполнить. Но свои песни это совсем другое. Поэтому для меня все-таки в приоритете свое творчество. Потому что я понимаю, что я хочу. Я вижу, как я хочу. В общем, все-таки мое творчество. Я выбрал бы свое. В общем, тяжелее исполнить чужое произведение, чем свое. Как это происходит? Надо прожить. Да. И через себя. Да, да. Ну, все зависит от самого произведения. То есть не зависит от свое или чужое. То есть как оно собрано, какой в нем подтекст. Ну, то есть, естественно, любое произведение нужно как-то освоить, прочитать, понять. И это не зависит от того, я это написал или какой-то Вася Пукупкин. Ох, этот Вася. Ох, этот Вася. Ох, этот Вася. Вопрос Анюта Черненко. Какой ты был самый смелый эксперимент с внешностью? Нет, я вообще не экспериментирую с внешностью. Это для меня такое... Ну, не знаю, может коллапс, а может и не коллапс. Потому что я считаю, что... Я вообще как-то хотел на лысы востричься. Ну, просто решил, просто задолбали эти волосы. Просто хочу что-то такое. Но мне не позволяет моя музыкальная сущность. Я не могу выйти к своим восятам лысым и сказать, ребята, это все для вас. А это лысый для вас. Поэтому я вообще не экспериментирую. Я хочу, чтобы все было строго. Мужчины на то, а не и мужчины. Я думаю, что... Хотя я... У меня была сережка. Я покаюсь, ребят, простите. Ну, как бы... Это была такая подростковая жизнь. Потом я, естественно, все снял. И я понял, что это лишнее. Вот, все должно быть строго. И мужчина должен быть все-таки собой. Ни на что, никуда... Не клонить, не кренить. Вот так сказать. Очень много людей спрашивают. Ты сам продюсируешь себя или у тебя есть продюсер? Я работаю сам пока. Поэтому... Ну, есть люди, которые мне помогают. И... Надеюсь, что они дальше будут меня поддерживать. Потому что это очень для меня важно. Люди верят в меня. И я делаю свою музыку без продюсера. Без каких-то, ну... Других подмог. Может быть, в будущем у меня все сложится. И со мной будет работать какой-то человек определенный. Который будет уже знать историю всю мою. Будет вести меня почему-то. Дай Бог. Спасибо. Следующий вопрос, Светлана. Чертни. Сейчас в преддверии праздников. Такая вот новогодняя ферия. Вопрос такой. Какой подарок ты бы хотел на Новый год? Я бы хотел, чтобы кто-то сдал за меня мою сессию. Или я бы хотел... Я так возьму намного шире, масштабнее. Я бы хотел, чтобы был в мире во всем мире. Потому что сейчас очень тяжко и трудно для меня. Я переживаю все эти моменты. Все переживают. Поэтому я на Новый год хотел бы, чтобы люди стали добрее. И чтобы ушло все плохое. Вот. Для того и нужен Новый год. Чтобы стереть все старое, все обиды, все косяки. И начать Новый пятнадцатый овчинный год, да? Овечий. Козий. Козий. Ну, какой-нибудь. Овечий, козий. Чистый. Такой вот год. Очень жаль. Просто много остается. Но время у нас, как всегда, ограничено. А-а-а. На Новый год. А-а-а. И до встречи. Жалко, что так мало времени. Но время, оно на то и время. Спасибо большое. Очень приятно. Все время. Спасибо. До свидания. Пока.